всем привет дорогие друзья с вами вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам online спустя только временем надеюсь что вот после этого ролика ролики будут выходить почти стабильника есть не ролик то что ответственно конь шорсик потому что ты я вообще у нас прям булки подрасслабим короче сегодня у нас пойдет история о контрактах соответственно которым у нас уже прошли пару дней назад да немножко слоупок да немножко соответствия у нас как говорится подзабыл что вот нужно ролики то записывать как что-то делать на как нужно говорить но тем не менее с этими командными контрактами у меня произошла достаточно интересная и своеобразная штучечка под названием история о том как я сам себя и ну да вот эти вот контракты на очки и в общем-то на устройство ну сказать что печальная ситуация из этого всего получилось от наверно ничего не сказать сейчас давайте я зайду у нас на сайтик надеюсь что он до сих пор работает и я прогружусь на него короче какая тема так ней же еще получается здесь да нужно войти на этот сайт чтобы соответственно у нас видели всю эту штучечку под названием как правильно под названием то что я у нас себе взял и как я соответственно это у нас получал так 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 3 3 5 0 6 7 никому не сообщайте этот вот пожалуйста никому так короче переходим непосредственно теперь к сайтику что же у меня произошло как ни странно меня кинуло за команду река дую в последнем в последнее время мне вот действительно с командными всякими вот такими штучками с всякими ивентами где у нас существует соответственно доля рандома прям но очень сильно несет везет я не знаю почему но вот факта стоит а фактом изначально меня кинуло за река дуев и река дуя у нас первый день жестко проигрывали отставали там чуть не на 10 то и 15 процентов соответственно первых позиций это было очень печально я такой думаю но понятненько короче рандом у нас к сожалению не на моей стороне все грустно все печально все прискорбненько приходим соответственно я у нас прикупил очки себе переходим на сайте с я у нас купил себе тяжелого с лагером что я соответственно и хотелось это взять сейчас я кстати объясню почему я именно его себе прикупил и на остальные баллы я себе купил девять типических ключей купила бы какую-нибудь штучку виде вот такое вот устройство общество любого мне нужно было взять что просто он у нас не падал с контейнер тип как золото все записывают но мне не хватило полтосика ладно ничего страшного говорится бывает теперь наверное я сразу покажу что зачем да почему вы у нас видите да вот такую штуку что река 2 шли и шли достаточно достойненько то есть 150 200 150 200 200 150 150 200 и 200 то есть с изидорами мы прямо шли можно сказать ноздря к ноздре и вот таких вот штучек заработано у нас прям очень хорошо самый наверно здесь лошара у нас это шафта врана потому что им прямо учет учет вообще не везут по полточку у них прям очень много вот но не суть не если мы переместимся в личный зачет то мы здесь наверное увидим что вот здесь вот третья строчка у меня почему-то вот как-то нету 7 8 у меня тоже соответственно нету баллов и здесь я у нас мог забрать еще плюс 150 и здесь еще плюс соответственно 300 то есть четыреста пятьдесят баллов я у нас просеренкил и было бы у меня по итогу 1900 до этих очков на которые я бы у нас я прикупил устройство одно такое какое-нибудь одно устройство и соответственно оставшиеся я купил все равно эпические ключи но не получилось а что же произошло почему-то моя дурья башка подумала что если не выполнять заданки которые даются на сутки то очки тебе все равно зачислятся типа там самое главное это командная такая борьба очки по итогу у нас не зачислялись благо вот эти вот баллы я у нас себе немножко заграбастал немножко заработал только лишь потому что я у нас в них забирал соответственно те же самые получается эпические ключи потому что я у нас их коплю хочу докопить до следующей черной пятницы а там соответственно открыть по полной программе посмотрим сколько за год у меня получится накопить этих самых эпических ключей может быть конечно там конец супер устройство появится но навряд ли это у нас буду все дела открывать все-таки дождущие на пятницу к следующему году и там уже сделаем масштабное такое открытие эпик ключей поглядим вот такие дела я не знаю как вообще это произошло и почему я у нас не прочитал условия вот этого всего делом внимательным что чтобы получить тебе нужно конкретно выполнять заданки что баллы тебе зачислить вообще насколько я помню вроде бы по вот этим вот интересным контрактам там были у ребят тоже знаете такие своеобразные неразбериха со стороны соответственно разработчиков насколько я помню там не ребята жаловались писали соответственно в личку что нельзя купить баллы уже после того как соответственно эти контракты закончились типа кто у нас и как знает сколько баллов там хватит или не хватит так далее и тому подобное то есть ну как то это все у нас можно сказать нелогично было не все-таки разработчики у нас пошли на уступки игрокам и все-таки открыли но так как сказать это у нас все-таки первые контракты здесь не стоило особо как говорится бомбить все равно там разработчики что такое замутили где-то что-то у нас штучку вот эту сделали чтобы соответственно все было в ажур и все было четенько а вот и как-то худо да бедно но вроде бы можно сказать что первые контракты у нас наконец-таки уже появились в игре и вроде даже они у нас прошли достаточно неплохо достаточно отличника следующий момент я у вас зал себе тяжелый с лагерем устройство которое позволяет бить на дальняк устройство вот именно то что мне соответственно нужно устройство вот именно то что я у нас хотел себе приобрести но есть в этом всем деле один небольшой минус чисто вот во мне даже сейчас я у нас этот минус совершает а вы видите что я со своим соответственно тяжелым с лагером на котором я могу находиться на достаточно вот таком вы знаете нормальном расстоянии и просто вуз себе не дуть и расстреливать чувачков надевать соответственно какие-то другие дрончики то же самое кризиса с ним уже обалдеть соответственно у меня будет и скорость и броня и соответственно урон мой нужный вот но я щас себя вот таким бустером плюс соответственно тяжелой леталькой отучаю от игры на штурмовой кассете на которые у нас просто приловчился она для меня была как глоток свежего воздуха может даже так сказать да потому что я привык на штурмовой кассете это у нас фигачишь и ты должен в упор быть соответственно своему врагу чтобы ему что-то донанести что-то ему сделать вот но здесь такая фишка у нас к сожалению не проканает но вот привычка у меня до сих пор осталось так как я в танке у нас не особо много сейчас играю и как-то по-быренькому переучиться на другой лад чтобы не подъезжать супер быстро к своим врагам и не соответственно попасть тот самый просак у меня пока не выходит все-таки я пытаюсь контролировать но с этим устройством вроде бы хочу хочу добиться того что чего-то соответственно мне сейчас не хватает это вот это вот дурацкие привычки отучиться чтобы чтобы не подъезжать чтобы все было четко все что все было нормально ладно с этим делом мы с вами уже более-менее как говорится разобрались будем отучаться будем соответственно учиться поводу устройств который я себя приобрел вообще никаких претензий у меня лично к нему нету потому что но это то по сути что я хотел тяжелых лагер но супер далекие расстояния прям очень хорошая тем более сейчас у нас молд это изменили и перезарядку у него стало достаточно приятненько и сейчас к обычные устройства которые у нас были соответственно в гаражике также самый пятизарядка стала очень хорошей тот же самый соответственно у нас и ага тебе вот те же самые вроде как штурмовые кассеты у нас стали более приятненькие но вот штурмовой кассете мне у нас не нравится только лишь один соответственно пунктик которая я так думаю меня не устраивает только лишь по одной простой причине потому что я знаю как штурмовые кассеты и кризис сочетание с этими кассетами у нас работали раньше поэтому для меня сейчас это тоже знаете некий такой когнитивный диссонанс вот я я не могу до сих пор у нас привык на того что вот это уже не то как он появился раньше чем я это просто мне кажется как бы роста просто уму непостижимо ну ладно вот такие удела подки контракта у нас получились как кстати они прошли они удачно или нет я так думаю если все таки ребята у нас будут писать те кто попал в команду твинзидоров и соответственно тех чуваков которые не особо хорошо играли я так думаю им это не особо понравится потому что все таки командные контракты это дело некого рандома рандом это не всегда хорошо чувачок у нас может играть очень хорошо очень соответственно круто но если тебе просто напросто в этом деле не повезло с командой это конечно будет супер грустно и супер печаль может сказать минус соответственно 700 танковина в которой ребята у нас потратили на покупку пропуска в этом соответственно и винти вот такие удела вот такие пироги ладно этом с вами будем заканчивать данный видеороликом он понравился обязательно ставьте ему свои царские лайки также не забывайте подписываться на мой канал и нажимаем на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами был вайдер всем пока пока